Воскресенье Дорогие телезрители, всех вас сердечно приветствую с сегодняшним воскресным днём. И тема нашей сегодняшней беседы, встречи более радостная, более отрадная, чем тема беседы прошлого воскресенья. Мы сегодня с вами о смерти не будем говорить, а будем говорить о других вещах. Если кто помнит, мы с вами говорили о том, что главная цель христианской жизни, так называемая цель и полагание, заключается в том, чтобы найти Царство Божие, искать Царство Божие, правда Его, а все другое нам приложится. И вот, казалось бы, все христиане прекрасно об этом знают. Мы с вами читаем Евангелие, надеюсь, каждый день или хотя бы по воскресным дням. И возникает вопрос тогда, почему же не все Царство Божие ищут, и не все ищут Его правды. А весьма многие, многие даже христиане, бременины совершенно погружены, я бы даже сказал, в проблему житейских попечений. Во что одеться, что есть, что пить. Ведь мы в Евангелии говорим, что не надо подражать язычникам, которые только об этом помышляют. Даже нам будет в Евангелии, что, зная Отец Ваш Небесный, ваше вопрошение, что вы испытываете нужду в еде и в одежде. Но прежде всего надо заботиться о вещах неприходящих, о душе бессмертной. И тогда, как раз, Евангелие сегодняшнее нам объясняет, почему же не все ищут Царство Божие, и не все правды Его ищут, и не все туда стремятся. Хотя, казалось бы, все должны именно туда стремиться и правду Божию искать. Что же мешает? Что же мешает всем нам? Царство Божие стремится его правду искать. Вот, как мне кажется, именно на эту тему сегодняшнее евангельское повествование говорит, хотя даже приточной форме. Поэтому, вновь, мои дорогие, призываю вас обратиться к евангельскому тексту, о котором сказано следующее. «Когда же собралось множество народа из всех городов, жители сходились к нему, и он начал говорить притчию». Притча следующая. «Вышел сеятель сеять свое семя, и когда он сеял, иной упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иной упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иной упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иной упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод старичный. И, сказав себе, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит». Вот, собственно говоря, ответ на вопрос. Почему же все, зная о том, что мы обязаны и даже должны искать Царство Божие, правда его, тем не менее, мы им бываем убуреваемы житейскими попечениями, и даже Слава Божия мимо нас проходит? Почему, даже зная, читая, в чем наше предназначение, мы почему-то ему не следуем? Вот ответ был. Пускай даже в приточной форме. Конечно же, присутствуешь, апостолы спросили у Христа, почему? Что бы себя притча означала? Вот нам, конечно же, людям, нас образованным, сведущим, смысл притчи, по большому счету, это ясен. Вечерей идет о том, что Христос, Спаситель, под которым, конечно же, Сеятель подразумевается, ко всем одинаково обращается со словом проповеди. Не бывает, чтобы там одно было бы сказано другое, второму, второму, третьему, там третье, утром одно, вечером другое. Нет. Он говорит так, что даже его недруги говорят, «Учитель, мы знаем, что не смотришь на лица, ты не лицемеришь, всегда говоришь правду и учишь нас пути Божьему». Были вынуждены его недруги говорить. «Всегда говорил всем одинаково». Не взря на лица, будто богатые фарисеи, будто стражи церковные, будто другие кто-то, будто как это, вот даже, например, жена Хананинка, пришедшая просить о своей дочери. «Ко всем Христос одинаково Своё Слово простирает, всех одинаково призывает, взяв крест, последовать Царство Небесное». В чём вот как раз вот и выражают, «Ищите прежде Царства Божьей, правда Его», да? А почему же не все следуют этому призыву? Как раз Питча говорит, что вот его свою проповедь с неким семенем называют, а сама проповедь с проповедь неким, мы называем, как сеянием. Все слушатели, конечно, прекрасно эту картину представляют, как это всё выглядит. Да действительно, у всех перед глазом стала картину, вот упала семечка на дороге, прошли пешеходы, затоптали, растоптали, остатки птицы поклевали, на камень упала, засохла, упала в тернии, терния выросла, задавила, а кто-то вспыхал землю, и там упавшись им принесло столичный плод. Все прекрасно эту картину представили. Всем было понятно, о чём идёт речь. Вот почему Христос, говоря своей притчей, всегда прибегает таким вот понятным, даже сам простому человеку, образу. Вот сияние, да, все прекрасно знают, что это такое, как это выглядит. Между тем, речь ведь идёт о состоянии ума и сердца каждого слушателя. И каждый слушатель своей притчи должен был понять, а он-то кто? Вот его душа, вот его ум, сердце, он-то что представляет собой? Дорогу протопнула, на котором дорога, где, Слово Божие, раз было растоптано, остатки расклёваны птицами. Или же наше сердце давно превратилось в камень, на котором упав сердце, тут же высохло, поскольку на камне, как мы знаем, благи нет. Или же наше сердце настолько подавлено суетой, тернием, жительских попечений, что мы даже отмахиваемся, может быть, от Слова Божия. Не хотим слушать, мы настолько бременины, вот тот, другое, третье, вот ипотека, какие-то кредиты, ещё чего-то, там детский сад, школа, какая тут ещё проповедь, какое там милосердие, о чём? Вот столько забот, а вот тут о Христе говорите. Отмахиваются. Как-то вот всё оставить, за Христом пойти? А как же всё это? Ради чему, собственно говоря, жили. А как же та суета, которую мы служим, и в служении, которой мы, к сожалению, в служении, которой мы, к сожалению, превратили смысл нашей жизни? Как же всё это? Как мы должны лишать сами себя смысла жизни? Если мы откажемся от суеты, тогда возникает вопрос, а зачем жить? Ведь заменяя одну другим, вернее, отказавшись, отрекшись суеты, мы должны чем-то заменить. А поскольку Христа в нашем сердце нет, там неименуем появляется пустота. Поэтому нам и страшит отказаться с привычной жизнью. Ведь мы к Христу не пришли, а суеты отказались. И где же мы окажемся? Вот мы будем дорогой, по которой всё ходят, растоптали, птицы расклевали. А нам как-то не хочется в таком положении оказываться. И вот возвращаемся опять-таки к тексту Евангелия. И вот благодатная почва, спаханная, упала семь, принесла вторичный плод. Вот, как было сказано, ответ на вопрос, почему же все мы, слыша призыв Христа взять крест и следуя за Ним, к Нему не приходим. И вот, знаете, что интересно? Эта притча, пожалуй, одна из немногих, которую сам Христос Спаситель и объясняет. Чтобы было понятным. И вот, говорит, вот что значит все притча. Семь есть в Слову Божию, призывающая нам искать правды Божьей, Царства Его, взяв в крест Христов. Упавшие при пути и суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда слышат слово, с радостью принимают, на которые, не имея корня и временами, веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отходя заботами и богатством, и наслаждениями житейскими подавляются, и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добрым и чистом сердце и приносят плод в терпении. «Сказав это, он возгласил, кто имит уши слышит, да слышит». И вот была генеральная фраза, была сказана. Почему же все это происходит? Почему дьявол похищает, Слово Божие, пропить из нашего сердца ума? Почему терния по печени подавляет? Почему вот нам во время искушения из-за малодушия мы спешим от Христа тречься? Условие одно – надо иметь доброе и чистое сердце. Подобно, скажем так, почве благородной. Вот если мы имеем доброе и чистое сердце, только тогда мы с вами слышим Слово Божие, понимаем, что так оно и есть, и с радостью, несмотря в терпении, мы сказали в терпении, «Несем крест свой и за Христом последуем и наследуем Царствие Небесное». Только одно условие, еще раз хочу повторить, надо иметь доброе и чистое сердце. И только тогда, с Царством Божьим, мы найдем его правду. Мои дорогие, до следующего воскресного дня! Субтитры создавал DimaTorzok